Эти кадры сняты ровно год назад, в день святого мученика Дмитрия Солунского. Митрополит Русской Православной Старообляческой Церкви Корнилий приезжает в деревню Собурово на закладку часовни. Этот праздник привел нас в это место Собурово для того, чтобы нам помолиться этому великому святому, прославить совместно его, ну и осветить то строительство, которое здесь будет во славу Божию развиваться, из Божьей помощи, я думаю, что и закончится. Это стало большим событием для местных жителей. Так исторически сложилось, что деревня Старообляческая, простонародье Староверческое, имеет богатую историю. Федор Собур, опять же мы это знаем только по преданию, но оно достаточно вероятно, убедительно, построил в своем селе церковь, посвященную святому Дмитрию Солунскому. То есть, как мы знаем, после Куликовской битвы был установлен день поминовения павших воинов в этом сражении, так называемая Дмитровская суббота, то есть посвящен, ну, приуроченный к празднику Дмитрия Солунскому. И, соответственно, Федор Собур, который тоже почитал этот день, он в своем селе построил церковь и посвятил ее этому святому. Инициатором строительства часовни стал меценат Олег Манухов. Здесь вырос он сам, и здесь живут его родители. Даже для места строительства он отвел часть своей придомовой территории. Не бывает часовни старообрядческих, новый обряд мусульманских не бывает. Часовня, она есть часовня, туда могут прийти и новые обряды, и старые обряды, и мусульмане могут прийти и зажечь свечку, и помолиться. Весь год меценат приводил в порядок деревенское кладбище, очистил территорию, где до 30-х годов прошлого века стояла старая церковь. От нее остался только фундамент. Сейчас в алтарной ее части возвышается многометровый крест, как напоминание о значимости этого места для сельчан. В сентябре Олег Викторович совершил необычное путешествие длиной в 2500 километров. Его дорога лежала в Петрозаводск, где у мастеров был заказан купол для часовни, созданный по старым технологиям. По пути он заезжал и в город Рыбинск. Там он приобрел икону святого мученика Дмитрия Солунского, покровителя деревни Собурово. Я ехал вместе с этой иконой, но это вообще было неописуемо. Меня по дороге, все храмы, которые мне попадались, был звон колоколов. А уже вскоре на месте закладки закипела работа. Меньше чем за месяц выросла часовня с колодцем и отдельным местом, где со временем появится купель. И вот 8 ноября в престольный праздник деревни в гости снова пожаловал митрополит Русской Православной Старообрядческой Церкви. Его встречали жители деревни и настоятель Старообрядческого храма деревни Ёлкино, отец Дмитрий. Братья и сестры, я вас приветствую здесь, в этом богохранимом месте Собуровой. Вот год назад мы здесь были и вот только освещали фундамент. Но слава Богу, вот сейчас за это время уже часовня. И вот сегодняшний праздник святаго великого великомученика Дмитрия Солунского. Вот его праздник, праздник всех воинов. Вот мы сегодня собрались для того, чтобы осветить это место, посвященное Дмитрию Солунскому. Владыка провел службу в новой часовне. Всем желающим места не хватило, но 21 век расширяет границы. Прямо на стене был установлен большой экран, с которого все могли наблюдать за ходом службы. Пожалуй, главная и самая ожидаемая часть – крестный ход, которым завершился чин освящения. Свободу нам Господь не случайно дает сейчас возможность строить, возможно так свободно молиться. Никогда для старобрядцев это не было за 300 и больше лет. А вот сейчас Господь нам дает такое время благоприятное. Так что будем благодарить Господа, будем тех людей благодарить, вот как здесь Олег и другие потрудились для того, чтобы вот эта часовня. А много-много сейчас, слава Богу, вот этих храмов и часовня у нас восстанавливается, строится. Это тоже все во спасении нашей души. Ну я хочу, чтобы в эту часовню приходили мои сельчане и молились. И я строил это не для себя, а строил это для сельчан. То есть это не моя часовня, это отдельный вход, она не имеет к моему участку никакого отношения. Так что приходите и молитесь, только в празднике. Митрополит возложил цветы к монументу жителям деревни, которые сражались с захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Чтобы понять всю значимость этого уже четвертого по счету визита в наш район, митрополита Корнилия, стоит пояснить, что именно он является главой всей русской православной старообрядческой церкви. Сегодня власти поворачиваются лицом к старообрядчеству, о чем свидетельствует и недавний визит президента в резиденцию РПСЦ. После трех веков гонений Владимир Путин стал первым руководителем страны, который посетил Рогожскую Слободу. Но если политики и ученые рассматривают это событие в исторической перспективе, то для простых прихожан значение имеет строительство часовни, ведь это часть их пути к Богу. Денис Нитков, Сергей Емельянов, Воскресенские вести.